Владимир Сергеевич, о себе, о своей трудовой деятельности, о заслугах, вашей работе, но и ваше видение района и перспективы развития. Уважаемый Юрий Михайлович, уважаемые члены конкурсной комиссии, меня зовут Владимир Сергеевич Кокинос. Кокинос это греческая фамилия. Я приехал два года назад на историческую родину, потому что в Крыму жили у меня прадед, дед, отец. В данный момент я являюсь главным редактором, директором, главным редактором муниципально-автономного учреждения Первомайская районная газета «Крым вперед». Первое, что я сделал, вступив в эту должность, организовал выпуски газеты в цветном исполнении. И газета спустя 81 год своего существования стала выходить в цветном виде, что порадовало свыше 2000 читателей. Немного о себе. Так как ввиду греческого происхождения мой дед и отец были вынуждены покинуть территорию Крыма, поэтому я родился в Средней Азии, в частности в Казахстане. В сельской местности вырос, закончил школу с золотой медалью. Далее уехал на учебу в Самару. В 1996 году завершил обучение в Самарском государственном институте. К тому времени он уже был переименован в Академию. По специальности инженер-строитель промышленное и гражданское строительство. Далее в 2009 году я завершил обучение в Самарском государственном экономическом университете по федеральной президентской программе подготовки управления кадров по специальности менеджмент. Это 9-месячное очное обучение. И в рамках этой программы в 2010 году прошел стажировку месячную в Германии на лидирующих предприятиях, таких как BMW, BMW, Luganze и другие предприятия. Имею обширную трудовую практику. Ранее являлся директором четырех компаний, которые организовал с нуля, развил и вывел на высокий конкурентный уровень. Сейчас я приехал в Крым для того, чтобы принести пользу республике. На данный момент, кроме того, что я выстроил эффективное взаимодействие с руководством Первомайского района, выпустил газету «В новом свете», я обратился к губернатору Самарской области с предложением в целях развития взаимодействия между Самарской областью и Республикой Крым организовать в Симферополе выставку промышленного потенциала Самарской области. Губернатор принял это предложение, и на следующий год данная выставка запланирована. Более того, я обратился в правительство Республики Казахстан с этим же предложением, и в данный момент правительство Республики Казахстан рассматривает мою инициативу организовать такую же выставку в Симферополе. 31 марта этого года я участвовал в конкурсе на должность главы администрации Бокчисарайского района, 22 июня я участвовал в конкурсе на должность главы администрации города Красноперекопска, и сегодня я приехал сюда. Приехал сюда, потому что я хочу принести пользу Республике Крым, в частности Джанкойскому району. Я это могу сделать, я знаю, как это делать. Если мне будет оказано высокое доверие, и я займу должность главы администрации Джанкойского района, то начну свою работу с того, что все 28 сельских поселений я буду посещать, все 113 населенных пунктов также проеду, я посмотрю, какие проблемы, я пообщаюсь с людьми. Причем я буду людей не только слушать и слышать, но на каждое их обращение будет ответная реакция с целью решить вопрос, с которым обращаются люди. Кроме этого, я налажу отношения со всеми федеральными государственными органами Джанкойского района. Большое значение я буду уделять вопросу работы с инвесторами, потому что, насколько мне известно, в прошлом году порядка 30 предложений в плане инвестиций поступило Минэкономразвития Крыма, то есть мне нужно будет выяснить, какие это были предложения и какие результаты. По поводу инвестиций. Это серьезная работа, и мне удалось договориться с наиболее успешным регионом Российской Федерации, это Калужская область. Они окажут информационную поддержку, то есть объяснят, как эффективно работать с инвесторами, как-то, так сказать, привлекать инвесторов, как работать с ними, чтобы каждый предлагаемый инвестиционный проект имел продолжение и реализовывался. Значит, что касается Джанкойского района, здесь масса предприятий, и перед тем, как подать документы на конкурс, я общался в частности с Станиславом Хаджебичировичем, по вопросу предприятий, которые в районе. Станислав Хаджебичирович сказал то, что в Азовском сельском поселении когда-то работал ликероводочный завод. Работал успешно и давал возможность обеспечить 400 рабочих мест. В данный момент завод не работает, поэтому важно обратить внимание, почему он не работает и как этот вопрос решить. Я уверен, что если серьезно поработать по вопросу организации инвестиционных площадок в районе, то здесь должен быть результат. Также я займусь вопросами социального значения, буду уделять этому высокое значение вопросу жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, потому что здесь нужно работать, работать серьезно. Я это умею, я смогу вывести район на новый уровень развития. Это то, что я хотел сказать. Кроме этого, будет большое внимание уделяться подрастающим поколениям, работе со школьниками. Нужно обеспечить детям нормальные условия, чтобы они могли и учиться, и заниматься спортом. Большое внимание я буду уделять вопросам здравоохранения и всем другим основным направлениям. Я буду работать открыто, я буду работать честно, эффективно, и я уверен, что моя работа принесет пользу и Жанкульскому району, и Республике Крым, и в целом Российской Федерации. Это вкратце то, что я хотел сказать. Я сознательно не стал готовить презентацию, чтобы не отвлекать ваше внимание от главного, а главным является то, что я образованный опытный управленец, имеющий большой руководящий опыт, знающий, как работать и умеющий это делать. Спасибо за внимание, я готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич, ну, своей, так сказать, краткой информацией вы дожили о том, что вот ваша цель, да, первостепенная, так понимаю, работать с населением и быстрая реакция на обращение граждан. Ну, это правильно на самом деле. Кроме того, вы хотите выстроить работу с федеральными, наладить работу с федеральными органами власти, региональные органы власти. Это тоже очень правильно. Свои информации тоже очень кратко вы, так сказать, сказали о том, что вы хотите заняться вопросами, а не проблемной является в сфере социальной на территории района. Скажите, но для решения вопроса, проблемной, которая есть на территории Джанкойского района, все же немаловажной роли являются, так сказать, вопросы, связанные с финансированием, а именно с бюджетом. Каким вы образом видите, вот, Джанкойский район является, как и Пирамайский, в котором вы там живете, работаете, является сельхозяйственным районом. На ваш взгляд, все же, каким образом, может быть, можно пополнить доходную часть бюджета за счет каких основных экономических направлений и развития, которые есть на территории Джанкойского района? Можете, так сказать, вкратце проинформировать нас? Спасибо за вопрос, Юрий Михайлович. Что касается первой части вашего вопроса, да, я нацелен на работу с населением, чтобы, как говорил Сергей Валерий Шахсенов, не только слышать, слушать, о чем говорят люди, но и принимать, так сказать, конкретные действия, чтобы решить эти проблемы. Что касается повышения бюджетной обеспеченности, здесь нужно работать, во-первых, с тем, чтобы предприниматели платили налоги. Проблема известная, так сказать, представители бизнеса не хотят платить налоги, и всем это известно, и налоговая инспекция, как бы, в курсе вопроса. То есть структуры бизнеса хотят, так сказать, платить налогов меньше, поэтому минимизируют налогооблагаемую базу. Здесь должна быть слаженная работа администрации и ФНС других структур. Значит, это, что касается основного направления привлечения поступления в бюджет. Также инвестиции. То есть бюджеты сейчас дотационные. Задача администрации провести работу так, чтобы дотационность бюджета была меньше. Чтобы инвесторы вкладывали деньги. И это кропотливая работа. Это не за один месяц сделается. Юрий Михайлович это знает, будучи опытным руководителем. Он подтвердит мои слова.